В телеграм-канале администрации Кировского района рассказывает о новом способе оплаты налогов. С 1 января 23 года все налоги подлежат уплате единым налоговым платежом на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального Казначейства по Тульской области. Этот счет применяется вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения. С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на промо-странице на сайте ФНС России. Изменения в положении Налогового кодекса Российской Федерации, которые вводят Институт единого налогового счета, вступили в силу. Администрация Советского района напоминает, что скоро в Самаре начнутся общественные обсуждения дизайн-проектов территорий претендентов на благоустройство в 2024 году. Горожанам предстоит оценить варианты преображения 20 парков, скверов и бульваров, после чего пройдет народное голосование, где выберут территории для благоустройства. И напоминает, что в прошлом году преобразились сквер Узакса в Красноглинском районе на улице Сергея Лазо, сквер имени Куйбышева, сквер в районе дома 170 по улице Ташкентской, парк Воронежские озера и парк Молодежный. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки поздравляет с днем рождения участника Великой Отечественной войны Василия Алексеевича Литвинова. Сегодня ему исполняется 96 лет. Свой боевой путь Василий Литвинов прошел на Западном фронте. За боевые заслуги и проявленное мужество награжден медалью за отвагу и множеством юбилейных медалей. Телеканал Самара Гис пересоединяется к поздравлениям.